В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. В этом году сотрудники прокуратуры Новгородской области провели масштабную проверку в организациях здравоохранения региона. Оценили укомплектованность штатов медицинскими работниками, наличие в больницах, поликлиниках и фапов необходимого оборудования и доступность медучреждений для маломобильных групп населения. Выводы неутешительные. Об этом и расскажем сегодня. Но начнем с традиционного обзора правовых новостей. Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Петра Середы. Он признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба. В июне этого года Середа, находясь в новгородском офисе Сбербанка России, обнаружил в терминале оплаты забытую банковскую карту, которую взял себе и бесконтактным способом оплатил покупки на сумму более 16,5 тысяч рублей. Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Валерия Пасечника. Он признан виновным в совершении ряда преступлений по статьям «Дача взятки» и «Мелкое взяточничество». В мае и августе прошлого года Пасечник обратился к четверым инспекторам ГИБДД с предложением за взятку обеспечить беспрепятственный проезд семи большегрузных автомобилей с превышением допустимых габаритов и массы по трассе М10 на территории Валдайского района, на что полицейские согласились. Затем подсудимый перевел на банковские счета инспекторов 28 тысяч рублей. Вину в совершении преступления Пасечник признал. Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении двоих инспекторов в настоящее время рассматривается Валдайским районным судом. Еще двое проходят по делу, которое расследуется региональным следкомом. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку соблюдения закона при освобождении осужденных от наказания. Было установлено, что в характеристике осужденного освобождающегося из колонии номер 7 содержались сведения о частичном возмещении им ущерба на сумму около 50 тысяч рублей. При этом, по данным бухгалтерии исправительного учреждения, заключенный возместил ущерб в полном объеме в 150 тысяч, а в еще четырех характеристиках в колониях 7 и 9 не было сведений об отношении осужденных к совершенным ими преступлениям. Все это является прямыми нарушениями закона, поскольку отсутствие такой информации может повлиять на принятие судом справедливых решений. По данным фактам, прокуратура внесла начальникам исправительных учреждений представление. Меры по устранению нарушений уже принимаются. Выпиющий случай произошел в этом году в деревне Болотное Новгородского района. В течение нескольких месяцев ее жители не получали медицинскую помощь. Местный фельдшерско-акушерский пункт попросту не работал, не было врача. А центральная районная больница, в свою очередь, организовать медицинское обслуживание не потрудилась. Наказать виновных и восстановить работу ФАПа удалось только после вмешательства прокуратуры. Какие еще нарушения в ходе ежегодной проверки удалось обнаружить в отрасли областного здравоохранения сотрудникам надзорного ведомства, расскажем в нашем сюжете. При проведении проверки сотрудников прокуратуры интересовал порядок оказания медицинской помощи и ее качества. И как раз здесь и удалось обнаружить массовые нарушения законодательства. Эффективно предоставлять услуги в учреждениях здравоохранения невозможно без наличия современной техники и достаточного числа специалистов. Но если для этого могут быть хоть какие-то объективные причины, молодые медики уезжают строить карьеру в столице и другие регионы, а закупать оборудование не позволяют небольшие бюджеты клиник, то отсутствие должного образования у действующих врачей объяснению вряд ли поддается. А с такими случаями прокуроры тоже столкнулись. Прокуратурой Пестовского района были выявлены нарушения требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности в местной ЦРБ в части необходимого стажа медицинских работников, а также требований к их образованию. Например, в личном деле анестезиолога Пестовской ЦРБ прокуратура не смогла обнаружить сертификат, подтверждающий, что врач имеет достаточные теоретические знания и практические навыки для ведения профессиональной деятельности. Такая же история и с одной из участковых медсестер. Проверка показала, что курсы повышения квалификации в последний раз она проходила еще в 2011 году. А у некоторых медсестер и вовсе не оказалось дипломов об образовании. Что же касается кадрового голода, ситуация практически плачевная. За второй квартал текущего года дефицит врачей по области составил 228 человек. Это в том числе терапевты и педиатры. С серьезными проблемами в этой части сталкиваются и службы скорой медицинской помощи. Наблюдается нехватка среднего медперсонала. Остаются вакантными больше стадол, фельдшеров и больше 50 палатных медсестер. Наибольшие трудности в кадровой политике испытывают клиники Великого Новгорода, Боровического и Пестовского районов. Кроме того, практически повсеместно выявлялись факты отсутствия необходимого медицинского оборудования. Также до настоящего времени остается актуальной проблематика обеспечения доступа маломобильных групп населения к учреждениям здравоохранения. Столь важные социальные объекты, как поликлиники и больницы, до сих пор в большинстве своем недоступны для людей, которые по состоянию здоровья вынуждены посещать их регулярно. Во многих учреждениях здравоохранения нет ни пандусов, ни других подъемных устройств. А если пандусы на крыльце и установлены, то чаще всего они не выдерживают никакой критики. Стандартам, установленным в законе, они не соответствуют. В некоторых поликлиниках прокуроры также не смогли обнаружить и кнопки для вызова сотрудников. А инвалиды по зрению испытывают трудности еще и при записи к врачам. И даже не могут узнать расписание работы специалистов. Сайты просто не предназначены для пользователей с такими диагнозами. До настоящего времени сайты медицинских учреждений не приведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Отсутствуют версии для слабовидящих граждан. Пока не слишком хорошо в области развита и система оказания первичной медико-санитарной помощи. Сейчас ее оказывают 236 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, пять из которых передвижные. Но этого количества до сих пор недостаточно. 28 деревень и поселков в регионе до сих пор недоступны для оказания медпомощи. А их население порой достигает 2000 человек. Некоторые населенные пункты отделены от ближайшего медицинского учреждения расстоянием не меньше десятка километров. Но даже если гражданам и удается добраться до ближайшего ФАПа или поликлиники, совсем не факт, что там им смогут предоставить, например, необходимые бесплатные лекарственные препараты. Иногда в выдаче медикаментов пациентам отказывают, даже совсем маленьким. Проведенная проверка показала, что до настоящего времени медицинскими работниками допускается случай отказа предоставления бесплатных рецептов в отсутствие на то законных основаниях. Также выявлялись случаи отказа предоставления бесплатных лекарств детям из многодетных семей, а также детям в возрасте до трех лет. Отказы в выписке бесплатных рецептов были выявлены прокуратурой в Волотовском филиале Старорусской районной больницы, а в Акуловской ЦРБ пациентке с тяжелым диагнозом во время лечения в стационаре приходилось самой покупать назначенные ей препараты. Прокуратура обратилась в Акуловский районный суд с иском об обязании компенсировать женщине потраченные деньги. Средства уже возвращены. Всего по результатам проведенных проверочных мероприятий нами было выявлено свыше 60 нарушений действующего законодательства, с целью устранения которых должностным лицам внесено свыше 30 представлений об устранении нарушений закона. Кроме того, в суды направлено 8 исковых заявлений о понуждении ответственных должностных лиц привести свою работу в строгое соответствие с действующим законодательством. Ситуация с реальным устранением выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры области. В исковых заявлениях прокуроры в частности требовали устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно произвести косметический ремонт палат некоторых больниц. Добивались сотрудники ведомства через суд и закупки нового оборудования для медучреждений региона. Например, оснащение кабинета офтальмолога в Новгородской ЦРБ устройствами для качественной диагностики заболеваний органов зрения. Тему охраны здоровья продолжим и в нашей постоянной рубрике «Разъяснение законодательства». И ответим на вопросы телезрителей. Может ли отсутствие у пациента Бахил стать причиной отказа в оказании медпомощи? И расскажем, как вернуть средства, потраченные на медикаменты, которые по закону должны выдаваться бесплатно. В ближайшее время мне, возможно, будет поставлен диагноз «диабет». Слышала, что диабетики получают лекарственные препараты бесплатно, но их в Новгородской области не всегда хватает на всех больных. Если мне придется покупать медикаменты самостоятельно, возместят ли мне потраченные средства? Как добиться этого в случае возникновения такой проблемы? Продолжение следует... Продолжение следует... Для возмещения вреда в размере стоимости приобретенного лекарственного препарата необходимо обратиться в суд с исковым заявлением и приложением документов, подтверждающих право на оказание мер социальной поддержки, медицинских свидетельств и платежек, подтверждающих приобретение препарата. В поликлинике мне отказали в оказании помощи из-за того, что у меня не было бахил и смены обуви. Законно ли это? Куда можно обратиться, если мои права были нарушены? Одним из основополагающих принципов охраны здоровья является недопустимость отказа в медпомощи гражданам. Пациент имеет право на профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. При этом по закону санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается выполнением профилактических мероприятий, куда входит и соблюдение гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил. И при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в поликлиниках, пациенты должны получать индивидуальные комплекты белья, в том числе бахилы. Но их отсутствие препятствием для оказания медпомощи быть не может ни в коем случае. Вы можете обратиться с заявлением в региональный Росздравнадзор, Министерство здравоохранения области или органы прокуратуры за защитой своих прав. На сегодня все. Мы увидимся в следующую среду в 19.40 на новгородском телевидении. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова